Как только я для себя подумала, что тема с магнитными ресницами для меня точно навсегда закрыта, сижу я как-то в интернете, и мне попадаются другие магнитные ресницы, которые усовершенствованы. Если вы смотрели мое предыдущее видео с обзором на магнитные ресницы, я его оставлю обязательно где-то там в карточках и в описании под видео. Короче, если вы смотрели это видео, вы знаете, что самая главная моя претензия была к тем ресницам, что магнит там всего один был по центру, поэтому углы у этих ресниц топорщились, и выглядело это, конечно, просто отвратительно. Поэтому я сразу сказала, что нет, не тратьте на это ни силы, ни деньги. Но, как я и сказала, сижу я как-то в интернете, мне попадаются ресницы уже с двумя магнитами, и магниты там расположены по обе стороны ресниц. То есть получается, что с каждой стороны защелкивается магнит, а по центру, в принципе, как бы особо это и не требуется. Я, кстати, знаю, что есть тоже и ресницы уже с тремя магнитами, но сегодня мы с вами будем тестировать именно ресницы с двумя магнитами, они выглядят вот так вот. И, как видите, уже нескольких здесь не хватает, потому что они уже на мне сейчас. Я их уже протестировала, поносила, посмотрела, как они мне нравятся. И что я вам хочу сказать, эти ресницы меня действительно удивили. Эти ресницы тоже были заказаны с китайского сайта, то есть они совершенно недорогие. И самая главная претензия у меня в том, что достать их отсюда, казалось бы, что такое взять и достать ресницы от вот этих вот клеящихся полосок. Ага, сейчас. Я не знаю, что это вообще за полоски, но такое впечатление, что они моментом просто приклеены. И когда я первый раз пыталась аккуратно снять ресницу пинцетом, сейчас я покажу, что с ней произошло. Как видите, к этой реснице быстро перешел белый маленький пушистый зверек, который называется песец. Хотя я говорю, я аккуратно пыталась снять их, и я поняла, что это просто нереально снимать их пинцетом, как обычно ресницы я ленточные снимаю. И я приспособилась снимать их иголочкой. То есть иголочкой вот так вот подкалывать и по чуть-чуть, по чуть-чуть их снимать. Что касается того, как они защелкиваются, как они смотрятся и как они держатся, я вам вблизи сейчас покажу демонстрацию, как я пыталась их приспособить, с какими я столкнулась трудностями, и как они выглядят именно вблизи, вы сможете посмотреть, потому что сейчас общий план. И вот общим планом мне вообще, вот просто у меня нет претензий абсолютно, то есть мне вполне нравится, как они смотрятся. Держатся при этом они тоже достаточно крепко, то есть нет ощущения, что они с меня отвалятся. Поэтому я сейчас как раз предлагаю перейти к демонстрации этих ресниц в макросъемке. Вы сами сможете посмотреть, как они работают и сделать, соответственно, выводы. Одну ресничку кладу под низ и закрываю глаза. Вторую одеваю сверху. Так, сцепление есть? Ай, больно только. Защепила мне кожу. Ай! Ай-яй-яй! Так, дубль 2 у меня получился немножко лучше, но, как видите, проблема в том, что они цепляются не прям вот у самого, основания, и из-за этого немножко как странно выглядят на глазу. Давайте я попробую сейчас еще третий раз, чтобы максимально близко, насколько это возможно, зацепить их, попробовать. Ну что, по-моему, это победа, потому что я их зацепила максимально близко. В принципе, они сейчас сидят хорошо. В принципе, все хорошо. Единственное, здесь очень четко видно границу, где начинаются ресницы, и выглядит это немножко странно. Но если добавить немножко подводки, мне кажется, что это можно этот момент скрыть. Давайте сейчас тоже попробуем это сделать. Слушайте, ну, по-моему, это успех. Посмотрите, мне кажется, у меня довольно хорошо получилось скрыть начало этих ресниц. То есть, в принципе, все выглядит достаточно хорошо. Я не делала какие-то сумасшедшие стрелки. Я вот только по росту ресниц немножко добавила жидкую подводку. И мне кажется, что это очень хорошо скрыло. Сидят ресницы тоже довольно плотно. Мне не кажется, что они отвалятся. И из-за того, что магниты расположены по обе стороны, у меня сейчас ничего не торчит. Практически под любыми ракурсами, как ни повернись, все выглядит достаточно неплохо, как мне кажется. Хм, неужели мы с вами нашли действительно ресницы на магнитах, которые работают? Ну что ж, как видите, ресницы, в принципе, действительно неплохие. То есть, эти хотя бы можно носить при желании. Единственное, что меня все равно не устраивает, и почему они не заменят все равно ресницы, которые я клею на клей, это их стиль. Мне кажется, что теперь, когда уже доработана система с магнитами, нужно теперь изменить именно форму этих ресниц. То есть, делать полноценно красивые какие-то ресницы. Потому что вот эти вот, казалось бы, они вот как внешние уголки должны быть симпатичные. Но они все равно какие-то топорные. Вот я не знаю, вот все равно есть ощущение, что что-то как бы инородное. Я не могу сказать, что они прям очень органично на глазах выглядят. И у меня совсем вылетело это из головы. Но у них есть еще один достаточно значительный косяк. А он заключается в том, что магниты почему-то сверху. То есть, не то, что у одной ресницы магнит сверху, а у второй снизу. И получается, что когда они захлопываются, то верхняя ваша ресница идет как бы ресницей сверху. То есть, получается, что все равно здесь вот эти вот ресницы сверху видно. Конечно, видно их будет только при близком рассмотрении. Но мне все равно кажется, что если бы у одной реснички магнит был сверху, а у второй снизу, и у них вот так вот было прям прямое соприкосновение, то это выглядело бы намного лучше, чем вот эти вот торчащие магниты сверху. Тем не менее, если у вас какая-то сильная реакция на клей для ресниц, если у вас аллергия, если у вас чувствительные глаза, то вот это вот, кстати, очень даже неплохой вариант. И если выбираете, выбирайте либо с двумя магнитами, либо с тремя. С тремя, мне кажется, тоже еще лучше будут держаться, еще больше вариантов маневренности. И я вас очень прошу, если будете использовать эти ресницы, так как принцип их заключается в том, что одни подкладываешь под ресницы, а вторые над ресницы аккуратно с глазами. Потому что я один раз ткнула себе этой ресничкой в глаз, и, скажем так, не самые приятные ощущения получила. И все, что касается глаз, это вообще очень опасно. Поэтому берегите глаза, очень аккуратно пользуйтесь этими ресницами, если вы вообще в целом решите ими пользоваться. Я вам на эти ресницы оставлю ссылку, где я их заказывала. Если они вас заинтересовали, в общем-то, можете там их заценить. Если же вам интересно посмотреть, какие ресницы на магнитах не стоит покупать, то здесь я вам оставлю обязательно видео. Посмотрите его. Если вы его видели, вот можете вот это видео посмотреть, которое, возможно, вы не видели, может быть, видели. В общем-то, у меня на канале много видео, можно не только этими ограничиваться. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Ну как это, вот прийти на канал и не подписаться? Мне кажется, это дурной тон. Поэтому обязательно все это сделайте, и мы с вами увидимся в следующих моих видео.